Оформление студии программы Новый день. Цветочная мастерская. Фрэш. Отличного всем вторника, друзья! В студии Зимник Евгений и к нам приехал, к нам приехал Вова Быстрых. Вот такой молодой, красивый, загревший. Видите, в его загоревшие, это значит, что он не может сказать, что он был на больничном. Не прокатит. Почему можно было быть на больничном и сходить пару раз в солярий? Так, в футболочке. У меня есть хороший план, я давно вынашивал его. На самом деле, я бы еще не против отдохнуть. Где отдыхал? Я по Вьетнаме. Привез нам подарки? Надо говорить об этом. Конечно же привез. Тебе я привез ананас. Я не магнитик. Ребятам... Зрителям всем. Зрителям приветики. Просто привез. Друзья, в общем-то, сегодня мы будем, конечно же, в нашей программе Новый день говорить об интересных вещах. Но вообще сегодня очень много праздников. Например, сегодня День гор, и поэтому я сразу же в своем, в первом же монологе поздравлю всех любителей альпинизма и горнолыжного спорта. А слышишь, музыка заграла? Это танго играет, потому что сегодня также Международный день танго. Станцуем? Нет, не будем мы танцевать. Дело в том, что сегодня мы будем говорить не о праздниках, сегодня мы будем говорить о серьезных вещах. Дело в том, что 8 лет назад, 11 декабря в Москве, состоялся митинг общественной организации, который называется Архнадзор. Этот митинг был против ревизии закона, разрешающего реконструкции памятников. Такие же митинги прошли по всей стране, и об этом говорят очень много фотографий. И действительно, это не беспричинные митинги, потому что очень много памятников было снесено и архнадзору его. В этот же день, в этом же городе и в этом же году состоялся еще один митинг. Там уже бунтовала российская молодежь. Они просили, ну прежде всего, от властей, чтобы защищали права русских, а также против коррупции в правоохранительных органах. Все по делу. Говорить сегодня мы будем в целом о митингах, о пикетах, о том, когда они легальны, когда нелегальны, но об этом позже. Сейчас передаем образы правления Верники Кондратьевой и рубрики «Ну и денек». Всем привет! А насколько хорошо вы знакомы с историей не только нашего города, но и других стран? Если бы не моя работа с архивными газетами возможна, я бы и не узнала, что в 1988 году в декабре произошло Ленинаканское землетрясение в Армении. А узнала я об этой катастрофе из статей, в которых жители нашего Ангарска выражали соболезнования и оказывали помощь народу Армении. Ангарчане вместе с вами, армянские братья, уже перечислено 360 тысяч рублей. Отправлены первые партии техники, одежды и медикаментов. А 17 декабря весь город будет работать в фонд помощи Армении. На этой же странице газеты приведен пример конкретно семьи, которая собирала посылку для детей Армении. Достаток в семье Мамедовых средний, но для детей, пострадавших во время землетрясения, ничего не жалко. Они отправили первую посылку с игрушками, вещами и шампунями. Сейчас собирают вторую. Я замечала, что многие люди, которые сами находятся в неких затруднительных условиях, помогают другим. Так, например, в 1956 году помощь нужна была и детям Ангарска. Малолетние дети, оставшиеся одни дома, подошли к плите и вытащили оттуда горевшую палку. Играя ей, они подожгли диван. Дым сразу же заполнил комнату. Соседи, почувствовав острый дым, взломали дверь квартиры и спасли детей. Самое главное, потушили огонь. Пожалуй, есть два типа людей. Одни без раздумий бросаются на помощь, а вторые стороной обходят критичные ситуации. Или еще хуже, просто наблюдают за происходящим. Сегодня, однако, какой-то грустный выпуск рубрики вышел. Это как драматический фильм, оставляет осадок печали, но заставляет что-то переосмыслить в своих устоях и ценностях. Говорим сегодня о митингах. Как провести митинг или пикет и не оказаться за решеткой. Кстати, вот ты знаешь, чем отличается митинг от пикета? Все, не думай, я тебе сейчас расскажу. У меня есть об этом немножко информации. При пикете участники не перемещаются, не имеют права использовать микрофоны и усилители звука. Ну, вот просто стоят. Я так и думал. А на митинге это может быть шествие и разрешены громкоговорители. Я добавлю немножко к этому. В обоих случаях можно использовать плакаты, транспаранты, сборные, разборные конструкции. Обе формы нужны, чтобы привлечь внимание администрации к общественности или к каким-то отдельным организациям. Ну и, в общем-то, обе формы, они полезны и, наверное, эффективны. Также хочется отметить, что если пикет одиночный, то есть вот вы один пошли, то можно никого не предупреждать. Вова, может, прямо сейчас после съемок идти на пикет. Но если ты будешь не один, либо ты будешь использовать сборно-разборную конструкцию, то нужно предупредить за три дня. И могут еще и отказать тебе в пикете. То есть ты можешь собраться, уже нарисовать все. Пишешь смс-ку надо писать в администрацию? Нет, позвонить. Вот это серьезно уже. На самом деле, помимо всего прочего, пикеты и митинги нельзя устраивать около опасных и каких-то важных, значимых мест. Например, нельзя устраивать возле резиденции президента Российской Федерации. Это опасное место. Нельзя устраивать возле значимых мест, например, судов и СИЗО. Также нельзя устраивать возле каких-то труба, нефти, газа, проводов и прочих вещей. Ну, если нет, конечно же, разрешение от соответствующих организаций. Да, помните, что задержания во время пикетов не всегда правомерны. Чтобы лучше знать свои права при общении с полицейским, прочитайте памятку о проверке документов на улице и узнайте, вот как реагировать, когда к вам подходят правоохранительные органы. Конституция в целом дает право на проведение пикетов и митингов, но это крайняя степень какой-то возросшей проблемы, поэтому не очень рекомендуется и вообще не очень приветствуется. Завтра давай обсудим как раз-таки Конституцию. День Конституции же будет. Хорошо, договорились. Ну и что, я вам хочу пожелать, чтобы вы не участвовали никогда в пикетах, а дальше у нас будет рубрика... Ну и не участвовали, но тех, которые по делу. Да, и Женя объявит вам сейчас следующую рубрику. Ну а у нас очередной интересный сюжет от нашего молодого блогера. Мне кажется, никого не оставит в стороне наша следующая рубрика «Поколение молодых». Всем привет! Меня зовут Эдуард Тюменцев, ведущий рубрики «Поколение молодых». Сегодня речь пойдет о тайском боксе. Тайский бокс – это единоборство, которое пришло к нам из Королевства Таиланд. Этот вид спорта в России начал очень быстро развиваться в 90-е годы, в 2000-е. Сейчас уже он включен с 2016 года в Олимпийскую семью. В тайском боксе можно наносить удары руками, ногами, локтями, коленями, скручивать клинчи. Тайским боксом я занимаюсь 9 лет, с первого класса. Я кандидат в мастера спорта. Я два раза участвовал на первенстве России. Я один раз победил во всероссийском турнире и на первенстве мира в Таиланде в 2017 году. Также приглашаем заниматься всей семьей на наши занятия. Занятия проходят у нас в 8-м микроорайоне в 5-й школе и в 17-м микроорайоне в 17-й школе. Принимаем детей с 5-ти лет и также со взрослыми работаем. Вечернее время проводим в тренировке. В 5-й школе понедельник, среда, пятница с 6-ти часов, 17-й, вторник, четверг, суббота также с 6-ти часов вечера. Сейчас проводят соревнования у нас на местном уровне. Это городские, областные. Дальше идут чемпионаты Сибирского федерального округа. Потом выход на первенство и чемпионат России. И дальше уже идут чемпионаты мира и Кубки Европы. Наши спортсмены города Ангарска очень много раз побеждали на первенствах мира. Есть у нас в Ангарске и чемпион мира по тайскому боксу. Это Булбаков Вячеслав. Совсем скоро уже в эти выходные, 15-16 декабря, в 8-м микроорайоне в школе номер 5 будет проходить турнир первенства и чемпионат города Ангарска. При поддержке фонда «Город без наркотиков» приглашаю всех принять участие. Приглашаю клубы единоборств. Приходите смотреть, вход свободный, будет интересно. В субботу мы вас ждем в час, а финальные бои будут проходить в воскресенье, начало в 11 утра. У нас принимают участие спортсмены совсем маленькие. Это с 6 лет и взрослые. Соревнования обещают быть очень зрелищными и интересными. Увидимся в 5-й школе 15-16 декабря. Всем пока! А на дворе декабрь, самое время чудес и подарков. Только вчера мы объявляли победителей нашего конкурса «Подкова на удачу», а уже сегодня мы готовы сделать то же самое. Только на этот раз мы объявим результаты нашего вокального конкурса, который мы проводили вместе с караоке-клубом «Майстори». Назывался он «Караоке Баттл». Итак, третье место разделили Екатерина Попова и Ирина Шадрина. Второе место. Давай барабанную дробь вову. Екатерина Рушакова и победителем стала, внимание, Алёна Токарева, с чем мы её сердечно поздравляем. Да, ну мы ещё хотим рассказать вам пару приятных моментов. Так, например, новогодние подарки от сети Серценбаев с 26 ноября по 22 декабря. Вы можете совершить покупку на сумму 1 тысячу рублей и получить шанс выиграть один из 10 наборов продуктов к новогоднему столу на сумму 10 тысяч рублей и другие ценные и очень приятные подарки. Помните, акция продлится до 22 декабря. Розыгрыш состоится у нас в программе «Новый день» на телеканале «Актис». Вот вы прям возле телевизора сможете сами отследить результаты розыгрыша. Но все подробности уточняйте в магазинах, в сети и на странишке «Серценбаев 38» в Инстаграм. Группа компании «Серценбаев» дарит ангарчанам новогодние подарки. Участником розыгрыша может стать любой желающий. Для этого необходимо совершить покупку в любом магазине «Серценбаев» на сумму от 1 тысяч рублей, заполнить купон и опустить его в специальный ящик. Мы очень любим наш город и долго думали, что же подарить ангарчанам на Новый год. И решили подарить праздник. Мы организовали розыгрыш 10 наборов деликатесов на новогодний стол, каждый по 10 тысяч рублей и других ценных призов. Всех ждем в наших магазинах. Стать участником новогодней акции можно до 22 декабря. Розыгрыш призов состоится в прямом эфире программы «Новый день» на телеканале «Актис», а также на страничке в Инстаграм «Собака Серценбаев 38». Участников ждет еще масса интересных призов и подарков от группы компаний «Серценбаев». Это увлекательные развивающие игры, а также самые современные гаджеты. А теперь пришло время поговорить о благотворительном проекте «Поделись теплом». Ведь нужно не только получать, но и дарить теплом. На этой неделе мы вместе промогаем благотворительному фонду «Право на жизнь». Все подробности на нашем сайте, а также в социальных сетях. Генеральный спонсор недели – группа компании «Зеленорос». Спонсор недели – торгово-развлекательный центр «Мега». Заверши уходящий год, сделав добро. Прими участие в благотворительной акции «Поделись теплом». С 3 декабря на телеканале «Актис» в программе «Новый день» мы покажем и расскажем о том, как работают общественные организации «Ангарска». Милосердие, импульс, семьи детям, право на жизнь, как спасают и помогают выжить. Давайте мы объединим наши усилия, поможем тем, кто беспомощен и незащищен. Присоединяйся, поделись теплом. Подробности участия на сайте actistv.ru Генеральный спонсор проекта – группа компании «Зеленорос». Спонсор проекта – торгово-развлекательный центр «Мега». А к нам уже присоединились наши гости. Это Олег Подомарев, руководитель группы компании «Зеленорос». И Наталья Беспалова – руководитель благотворительного фонда «Право на жизнь». Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко о своих компаниях и поделитесь со зрителями. Компания «Зеленорос» состоит из подразделений от «Афенечки», «Семечки от Фенечки», «Фэмили Академия», «Клуб Джеймс». Мы с 2002 года присутствуем на рынке города Ангарска, Иркутской области. Компания достаточно динамичная, очень интересные люди и сотрудники работают вместе с нами. Ну и, соответственно, наверное, выбор помощи – это все-таки выбор сотрудников. Так как мы одна команда, мы всегда друг друга слышим и слушаем. Расскажите, а вот к кому пришла идея о помощи благотворительному фонду? Кто вот первый пришел и сказал, ребята, давайте вместе сделаем такое классное дело? Как это вообще продвигалось в компании? Был это общий совет как-то? И вообще, как коллеги отнеслись к этой акции? Вы знаете, в компании очень много у сотрудников есть домашних животных, ну и, соответственно, все любимцы. И как только Наталья первый раз обратилась в нашу компанию за помощью, она принесла ящик, куда сотрудники после обеда, после чаепития, после зарплаты опускали туда какую-то определенную сумму. Ну, это вот был первый наш опыт, когда именно вся наша компания присоединилась к помощи. Во-первых, животное – это же ответственность. Мы в ответе за тех, кого приручили, да? Ну и, конечно, очень легко и просто, когда, если животное кого-то не устраивает, выбросить его на улицу. Это самый простой вариант. К сожалению, за последнее время все чаще и чаще мы видим, что появляются бездомные, красивые на вид, да, но уже в душе озлобленные на весь белый свет. Ну и вот эти люди, Наталья и вся ее команда, да, они очень отважны. Потому что помогать людям – это легко, потому что как только какая-то помощь где-то происходит человеку, он всегда может сказать спасибо. Животное сказать ничего не сможет. Но они настолько благодарны, сколько раз я был у них в вольерах, да, там все подряд, и собаки, и кошки, все вместе, да, они живут, и они находят на таком маленьком участке земли, да, находят общий контакт. Наталья, расскажите, пожалуйста, удалось ли уже какие-то работы осуществить, ну и вообще расскажите подробнее о своей деятельности. В Ангарске мы начали свою деятельность с 2010 года, то есть у нас было трое волонтеров, сейчас у нас где-то около 15. Постоянно действующих волонтеров семь женщин, поэтому нам всегда не хватает мужских рук для того, чтобы сделать что-то своими способами. То есть так, как нужны будки, вольеры, мужские руки, мы всегда просим помощи ангарчан. То есть в принципе мы существуем только благодаря ангарчанам, потому что никакой финансовой поддержки нету. Это только волонтерская и добровольная основа. Более двух тысяч бездомных животных мы уже простерилизовали. Более двух тысяч бездомных животных мы пристроили в добрые руки. И 30 животных мы отпустили на свои территории. Это территории предприятий, где у них есть хозяева, где их кормят, где за ними смотрят. На этой неделе к нам, после выхода программы, на этой неделе к нам уже приезжала одна организация, которая помогла нам утеплить будки вот в эти морозы. Расскажите, а вот группа компаний «Зеледноросс» какую уже оказала помощь и какие у вас планы на будущее? Несколько лет назад у нас была очень тяжелая ситуация. Мы обратились к «Помогите» ко многим организациям. Мы давно мечтали о том, что будет помощь не просто от отдельных граждан, а что кто-то из организаций сможет нам помогать. Прежде всего они услышали наш вопль уже, можно сказать, когда мы говорим о том, что нам нужна своя земля. С 2010 года мы ведем огромную работу для того, чтобы получить землю. Сейчас мы арендуем землю на частный кусочек земли. Он очень маленький, но у нас сейчас более 150 животных на руках, кошек и собак. Поэтому нам очень нужна своя территория. И Олег вышел с тем, чтобы с администрацией помочь нам этот вопрос решить. Сейчас уже написано письмо в администрацию и начинается движение, отслеживание вот этого вопроса. И мы договорились о том, что вот этот проект «Этичное собаководство» требует огромного вливания на просветительскую деятельность. Именно листовки, газеты, работа с людьми. То есть услуги типографии нам предоставляют в том объеме, в котором нам потребуется. Основное, что нам сейчас нужно, это, конечно, помощь мужскими руками. То есть работы непочатый край, ремонт вагончика, утепление будок, уборка территории. То есть везде нужны мужские руки там, где мы сами сделать это не можем. Поэтому если ангарчане кто-то откликнется, кто может нам помочь, нужны женщины-волонтеры, которые просто помогут убраться, либо пообщаться с животными. Они социальные, им очень нужно внимание, забота нужна на то, что у нас времени, к сожалению, не хватает. Поэтому мы рады любой помощи ангарчан. Пообщаться с животными, погулять с ними, поухаживать за ними. И сделать нам ремонт, какой возможен. Самый, наверное, важный вопрос, который необходимо решить, это о земле, на которой центр, как я это вижу, должен приобрести какие-то очертания настоящего центра. Потому что по виду, который сейчас он представляет, там очень много необходимо сделать доработок. Ну, это, наверное, планы будущего. Ну, а планы сегодняшний, на сегодняшний день. И насколько я знаю, что типография сейчас подключается в полном объеме, для того, чтобы просветительские работы делать. По поводу того, чтобы наши люди приезжали и каким-то образом помогали социально адаптироваться к животным. Это тоже в наших планах. И всегда быть, как говорится, поддержкой и опорой. Сейчас я уверен, что многие нас увидели и также не останутся в стороне и помогут фонду «Право на жизнь». Ну, чем смогут? Хотя бы вот прийти и просто те же самые будки утеплить, это тоже важно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Друзья, мы продолжаем рубрика «Акцентология». И сегодня несколько слов, выражений, ударений мы разберем абсолютно из разных плоскостей. И в первом выражении у нас не хватает окончания. А наш кандидат акцентологических наук Владимир сейчас расскажет, как же правильно. Чаще всего мы говорим «постели простынь», но оказывается, что это слово не третье восклонение, а первое. И правильно говорить, оканчивать это слово не на мягкий знак, а на «я». То есть «простыня». «Постели простыня» вот так говорить. Ну, если серьезно, то правильно говорить «постели простыню» или «простыня», то есть «я». А согласитесь, второе слово тоже всегда непонятно, как же правильно писать. Полооборота отдельно, в два слова, в три слова, запоминаем, что всегда Полооборота впишется в одно такое длинное слово. Я вот прям, чтобы написать его, обвернулся в Полооборота. Ну, а у нас третье слово, и это слово мебелированное или мебелированное. Давайте-ка вернемся к «центологии», а не к тому, что мы изучаем, как правильно писать слова, и разберемся, какое ударение правильно. Евгений, ваш выход. Я предлагаю сейчас все-таки привернуться к рубрике «как правильно писать слова» и убрать одну букву из этого слова. Ну и какую же ты уберешь букву? Я бы убрал букву «мэ», но правильно убрать букву «е». Правильно будет, друзья, мебелированное. Ну и последнее слово на сегодня немножко парадоксальное. Нас всех с экранов учат, и мы, в том числе, учим вас говорить. Не, мы не такие. Мы не такие, да? Говорить правильно не тренера, а тренеры. А вот со словом «повара» все совсем немножко… Почти, подожди, Вова. То есть сначала не тренера, а тренеры записываем, да? Вот. Хорошо. Так, дальше. Повар А, О, И. Тут совсем немножко другое правило, оно абсолютно противоположное. «Повара» правильно говорить. Молодец. Молодец, Вова. Ставлю тебе четверку, а поставлю пятерку, если ты и третье слово правильно назовешь. Сторожем. Все, четверка остается. Почему? Потому что сторожа. Сторожа? Сторожа. Это была рубрика «Акцентология», ну а сегодня мы с вами говорили про митинги. И вот знаете, моя жена не ходит на митинги, ей и дома есть на кого покричать. Вот так Евгений заканчивает нашу передачу, а дома получит люлей. Это был «Новый день». Евгений Зимник, Владимир Устрых. Пока-пока. Гороскоп на 11 декабря. Овин. Расслабьтесь, отложите все необязательные дела, придайтесь отдыху и займитесь любимыми увлечениями. Телец. Ищите подходящие предложения от компании, отправляйте резюме, договаривайтесь о собрании. Беседованиях. Близнецы. Энтузиазм в состоянии высокого напряжения может толкать вас на неоправданный риск. Рак. Время строит новые планы, в этот день появится возможность обсудить актуальные вопросы с партнерами. Лев. День благоприятен для деловой активности, переговоров, заключения сделок, возможных денежных поступлений. Дело. Расставьте приоритеты и не суетитесь без необходимости, начните день с главного, будет много сверхурочной работы. Весы. Не глушите собственный порыв заняться благотворительностью или оказать поддержку, если видите потребность и имеете возможность. Скорпион. В этот день главное правильно почувствовать, чего от вас требует текущая ситуация. Стрелец. Нежелательно проводить коммерческие операции, денежные переводы и спорить с начальством. Козерог. Плодотворно пройдут совещания в коллективе. Начальникам следует уделять больше внимания микроклимату и нуждам коллектива. Водолей. Лично для себя захочется ощущение безопасности. Наблюдайте и не вмешивайтесь. Рыбы. Все запланированное в этот день удастся, можно обсудить с начальником вопрос, поднять который обычно не хватает решимости. Субтитры создавал DimaTorzok